Здравствуйте! Я с удовольствием приветствую всех, кто сейчас смотрит программу Медикон, а значит хочет быть здоровым. Сегодня в нашей программе операции по удалению аневризмы сосудов головного мозга начали делать в Акмолинской областной больнице. Нейрохирурги освоили современную методику без разреза и вскрытия черепа. Не 25, а всего 3. Информация о том, что врачи должны платить до 25 тысяч сеньге, чтобы получить допуск к работе, не соответствует действительности. Его интеллект выше. Роботизированную аптеку открыли в Актау и скандал в Караганде. Там родители подростков утверждают, что на их детях хотят ставить медицинские эксперименты. Кризис выливается в сокращение. В Алматы 83 воспитанника ясли сада для детей с нарушением зрения остались без медицинского обслуживания. И снова о нем. Петербургские ученые НИИ гриппа завершили доклинические испытания универсальной вакцины против гриппа. И это не самое страшное. Ученые сообщили о том, что существуют более опасные виды гриппа, чем свиной. О том, чем страшны последствия, гриппа, о самом частом осложнении пневмонии. Поговорим с нашим гостем. В эфире Медикон. Скандал в Караганде. Там родители подростков утверждают, что на их дети хотят ставить медицинские эксперименты. Папа и мама получили уведомление, где у них спрашивают согласие на рентген. При этом в листовке сказано, что ученые готовы компенсировать вред, причиненный здоровью. Внучка Анатолия Брагина шокировала родных документом из школы. Это был бланк информационного согласия на участие ребенка в клиническом исследовании остеоденцитометрии, представляющей собой рентгенские лето. В договоре конкретно оговаривается, что могут быть негативные последствия, связанные со здоровьем. И в этом случае они предлагают компенсацию. В чем она заключается, эта компенсация неизвестна. Встревоженный дедушка выяснил, что клиническое исследование проводит Карагандинский государственный медицинский университет. Он также вычитал, что такие исследования проводятся среди людей старшего возраста, страдающих остеопорозом. Людям моложе 20 лет оно не рекомендовано. Однако ученые рассказали, что их цель отличается от стандартных в таких исследованиях. У нас в Казахстане нет нормативов развития детей. И если мы будем использовать российские, зарубежные какие-либо нормы, то мы получим либо гипердиагностику, то есть мы можем гораздо чаще ставить диагноз остеопороза, чем он есть реально на самом деле. В институте подтвердили, что будут сканировать скелеты детей с помощью рентген-лучей, но заверили, что дозы облучения минимальны. В Управлении здравоохранения области об исследовании узнали от нас и согласились дать комментарий только по телефону. Они не должны нас ставить в известность, а тем более это проводится вне медицинских учреждений. То, что они делают, это соответствует протоколам. Есть утвержденные протоколы в проведении клинических исследований. В поликлиниках, за которыми закреплены дети, про клиническое исследование тоже ничего не слышали. Несмотря на уверение следователей и чиновников о безопасности остеоденциометрии, родители подготовили жалобу в прокуратуру. И почему они на чужих детях испытывают, а не на детях своих сотрудников? Я усматриваю в действиях этих лиц признаки мошенничества и злоупотребления служебным положением. Взрослые хотят тщательного расследования, ссылаясь на приказ министра здравоохранения Республики Казахстан, где четко сказано о запрете проведения клинических испытаний на детях, не достигших совершеннолетия. Ученые работают над вакциной уже пять лет. Суть состоит в том, что универсальная вакцина является более высокотехнологичным препаратом для противодействия гриппу, чем сезонные вакцины. По словам Цимбаловой специалисты в ходе опытов убедились в эффективности разработки. Ее испытали на мышах, крысах, кроликах, морских свинках и в самом конце – на хорьках. Хорьки-обезьяны – это самая лучшая модель для испытания антигриппозных препаратов. Эти животные болеют гриппом почти так же, как человек, рассказала замдиректора института. На исследование уже потрачено свыше 30 миллионов рублей. Осталось проверить вакцину на добровольцах. Для этого понадобится еще несколько лет работы и 30-40 миллионов рублей. Если вакцина успешно пройдет испытание на человеке, то ее смогут применять в больницах. Прививка будет вырабатывать иммунитет к болезни у пациента, что немаловажно. Универсальную вакцину не потребуется вводить ежегодно, как это происходит с сезонной. Но вот другая новость. Ученые сообщили о том, что существуют более опасные виды гриппа, чем с свиной H1N1. Последний является сезонным вирусом, с которым есть масса методов борьбы. Существуют три вируса, эпидемия которых может унести гораздо больше жизни. К числу опасных видов гриппа ученые относят азиатский H2N2, гонконгский H3N2 и птичий H5N1. Опасность именно этих видов гриппа скрыта в том, что они имеют свойство мутировать и в случае эпидемии будет заражен каждый третий житель планеты. Чтобы обезопасить свое здоровье, медики советуют употреблять больше витаминов, избегать мест скоплений людей, а также чаще совершать прогулки на свежем воздухе. Если же человек заразился вирусом, ему следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Между тем, 11 новых случаев свиного гриппа за неделю зафиксировали медики Южного Казахстана. Сейчас все заболевшие получают лечение в инфекционной больнице города. Специалисты отмечают, что все заразившиеся не получили вакцину против гриппа. Сейчас в области циркулирует тип гриппа А, H1N1. Основные симптомы заболевания совпадают с обычными симптомами гриппа. Головная боль, повышение температуры, насморк, кашель, изредка рвота и расстройство желудка. Но последствия и переносимость опасного вируса гораздо тяжелее. С начала эпидемиологического сезона опасный диагноз подтвердился у 37 жителей области. В этом году пошла регистрация гриппа только гриппа А. Пока грипп Б не присоединился. По всем научным документациям обычно грипп Б присоединяется к концу эпидемического сезона. Практически на протяжении, значит, по Казахстану, в целом по Казахстану он регистрируется на протяжении 5-6 лет. Поэтому и врачи, и мы, и эпидемиологи уже относим его к разряду простого сезонного гриппа. Эпидемический сезон будет длиться до конца апреля. Сезон гриппа в нашей области в самом разгаре, потому специалисты призывают не относиться к вирусу легкомысленно. Чтобы не попасть в число чихающих и кашляющих, медики советуют южанам в эти дни быть более внимательными к своему здоровью и обязательно включать в дневной рацион свежие овощи и фрукты. Напомним, первый смертельный случай от свиного гриппа в Казахстане уже зафиксирован. По словам медиков, пациент поздно обратился в больницу за помощью. В разных программах, в разных выпусках говорим о гриппе, потому что это волнует сейчас каждого. Не каждого второго, а каждого. Это действительно так. Но сегодня мы пригласили вас для того, чтобы поговорить об одном из, вернее, о самом сложном, грозном осложнении. Это пневмонии и случаи такие уже есть. Но хотелось бы начать с того, что сейчас с гриппом, вот на данный день, на данную минуту. С похолоданием у нас повысилась заболеваемость как респираторно-вирусными инфекциями. И последняя регистрация гриппа у нас. Первая регистрация случаев гриппа, то есть лабораторно подтвержденная, это было где-то в середине декабря. И на сегодняшний день по нашей области было зарегистрировано 37 случаев положительных результатов на грипп. С похолоданием у нас, конечно, вот с середины декабря начали приходить положительные результаты на грипп. Но хочу сказать, что эти все больные к нам обратились. Мы у них взяли эти анализы. Они потом были выписаны благополучно с полным выздоровлением. И постфактум пришли эти анализы. Это сезонный грипп. Это никакая не эпидемия. Если сравнивать с прошлым годом заболеваемость остается на том же уровне. То есть может быть чуть выше, но также регистрируется. Насколько это долгий анализ и как долго приходится ждать результатов? Вообще наша Южно-Казахстанская область относится к региону, где проводится дозорный эпиднадзор по гриппу. Этот дозорный эпиднадзор по гриппу проводится круглогодично. То есть мы не делим, что это осенью, зимой, весной мы круглогодично. От тех пациентов, которые обратились в наш стационар, если мы им ставим диагноз тяжелая, острая респираторная инфекция той истории, мы у них берем выборочно анализы на грипп. Вот в течение года, начало с 2015 года, с января месяца мы брали эти анализы. Да, в 2015 году до апреля были случаи. То есть если сравнивать прошлый год и этот эпидсезон, были случаи. До апреля месяца у нас регистрировалось 56 случаев гриппа положительные. То есть пришли анализы. Летний период не было. И вот с середины декабря и по сегодняшний день у нас тоже идут положительные анализы на грипп. Ну вообще мы все говорим, что конечно гриппом заболеть-то могут все, абсолютно без исключения. Никто не застрахован, но есть особенные группы риска. И вот насколько мне известно, сейчас как раз у вас в городской инфекционной больнице очень много женщин, которые ждут детей, то есть беременные женщины с диагнозом грипп. Да, есть определенный контингент людей, которые более подвержены тяжелому течению гриппа. Это дети до года, это беременные женщины, это люди, у которых имеются хронические заболевания, сопутствующие какие-либо со стороны сердечно-сосудистой, уронхолегочная патология или какая-то неврологическая симптоматика, а также люди более пожилого возраста, то есть 65 лет и старше. Они могут заболеть гриппом, и у них могут более тяжело протекать, в отличие от других людей. Ну вот беременные, какая угроза для них, для жизни ребенка? Беременные тоже болеют, респираторная вирусная инфекция, они болеют, у них не у всех, конечно, подтверждается диагноз грипп, в основном идут у беременных респираторная вирусная инфекция, другая теология, другого генеза. Но за этими женщинами проводится просто наблюдение, при средне-тяжелых и тяжелых формах мы их госпитализируем, наблюдаем, проводим лечение. Ну беременные, у них какие могут быть осложнения? Самое грозное осложнение – это вирусная пневмония, которая чаще бывает при гриппах. Ну вот и перешли практически к тому самому грозному осложнению, которое регистрируется довольно часто – пневмония. Это ведь далеко не шутки, когда наступает осложнение от гриппа. А осложнение от чего? От неправильно перенесенного заболевания. Нет. Если, например, иммунная система низкая, человек заболел гриппом, при этом не соблюдал определенные меры предосторожности, да у него вирус может осложниться вирусной пневмонией. Чем страшна эта пневмония? Что происходит в организме? Что она делает? Ну, вирусная пневмония – это само говорит название, то есть поражает легкие. То есть быстро развивается, быстро выраженная боль, интоксикация, очень высокая лихорадка, может быть, и выраженная одышка. То есть это нехватка кислорода, учитывая, что поражение идет легких. Но врачи говорят о том, что как раз-таки вот пневмония, ярко выраженная пневмония, отек легких и летальный сход, как самое плачевное следствие вот этого гриппа. Да. Так ли это? Почему-то все так стремительно? Ну, наиболее тяжелое осложнение, мы сказали, вирусная пневмония, которая может привести к острому респираторному дистресс-синдрому. Поэтому это может сугубить состояние. Хорошо. А вообще вот мы говорим о пневмонии, но здесь такой щепетельный вопрос. Вопрос лечения пневмонии, да, и он никак, совершенно никак не ассоциируется у врачей с каким-то домашним лечением. То есть этого быть в принципе не может, да? Нет. Грипп, он протекает как в легкой, средней, тяжелой и в тяжелой форме. Все тяжелые формы гриппа или средне-тяжелые формы, но декретированный контингент людей подлежат госпитализации. Лечение осложнений гриппа, то есть это пускай будет любая, либо вирусная пневмония, либо бактериальная пневмония, или другие какие-то осложнения гриппа лечатся строго стационарно. Самолечением и лечением на дому вирусных пневмоний или других осложнений гриппа нельзя проводить. Ну и о мерах профилактики мы, конечно, говорим об этом действительно так же часто, как говорим о гриппе. То есть говорим о гриппе, говорим сразу о мерах профилактики. И тем не менее, может быть, есть что-то новое, интересное? Ну, меры профилактики остаются теми же. Есть специфическая профилактика и неспецифическая профилактика. Конечно, чем лечить болезнь, лучше его предупредить. Специфическая профилактика – это вакцинация. Вакцинация у нас в Южно-Казахстанской области проводится ежегодно. Она начинается в осенний период, проводится в октябре месяце, потому что на период образования антител в ответ на введенную вакцину составляет где-то 2-4 недели, 2-4 недели. Ну, это чтобы успеть до декабря, как принято до сезона. А вот сейчас еще можно привиться? Ну, по литературным данным, в период подъема заболеваемости и регистрации первых случаев, например, положительных результатов гриппа не является противопоказанием для того, чтобы вакцинировать. Можно вакцинировать, если это человек здоровый, и в течение двух недель желательно, чтобы он соблюдал там масочный режим, чтобы не заразился, чтобы за этот период успели образоваться антитела. Ну, а что вот сейчас творится? Целесообразно ли сейчас идти в поликлинику или все-таки воспользоваться случаем вызова врача на дом? Нет, каждый, кто заболел, он не должен посещать общественные места. То есть он не должен с температурой, с выраженным катаром идти в поликлинику, ведь там идет скопление людей, и он может явиться источником инфекции. Поэтому каждый человек, который заболел и высокой лихораде, температуре, он должен сделать вызов на дом врача, участкового. А что бывает в случае... Ну, мы говорим о том, что если человек переболел гриппом, то, естественно, иммунитет у него снижен, и на приличное время снижен. Как быть, если в это время ему встретился где-то в общественном месте, в общественном транспорте человек, который болит гриппом? Другим типом, предположим. Ну, есть три типа, конечно. Человек, который перенес любое инфекционное заболевание, в том числе и грипп, конечно, у него после перенесенного заболевания будет какое-то состояние энергии, то есть иммунодефицитное какое-то состояние. Он будет еще слабым, недели две, может быть, три. Быстрое восстановление зависит от самого человека, то есть в период болезни и после восстановительного периода, как он за собой ухаживает, чем питается, как восстанавливает свой иммунитет. То есть правильная организация сна, питания, поддержка водного баланса, что у детей, что у взрослых, приводит к быстрому восстановлению иммунитета. Но заболеть все же может? Заболеть может. Если даже не гриппом, то другими респираторно-вирусными инфекциями. Зарипа Мангадьевна, пожалуйста, у меня к вам просьба. Расскажите рецепт того самого лечебного компота, которым вы лечили своих детей. Без таблеток, без ничего. Ну, лечение, конечно, гриппа, если в домашних условиях, то это строго под контролем участкового врача и строго по назначению. Хотя стандартом лечения гриппа и других респираторно-вирусных инфекций является это как бы патогенетическая терапия. То есть, если температура высокая, выше 38 градусов, даем жаропонижающие препараты, соблюдаем постельный режим, даем более часто обильное теплое питье. Это может быть компот и витаминезин, то есть из нескольких фруктов. Это может быть боржоми с молоком или асимайтом. Тепло-щелочное питье, которое способствует смягчению горла и кашель станет мягче. И обильное теплое питье способствует более обильному мочеводелению, которое выводит токсины, вирусы из организма. И все-таки подробный рецепт хочется узнать компота. Из чего состоит это питье полезное? Ну, я, конечно, как специалист рекомендую, если есть возможность, то весной, например, летом замораживать ягоды. Ту же смородину или малину, вишню. И зимой, например, из нескольких фруктов, те же наши сейчас яблоки, груши, слива, делать компоты. Можно туда добавить, например, аскорбиновую кислоту, чтобы как бы витамина С, чтобы было побольше. Просто детям до 5 лет нельзя давать чай. Детям до 5 лет чай с малиной, чай с лимонами или с другими не рекомендуется. Поэтому детям до 5 лет это теплое щелочное питье и компоты домашнего приготовления. И побольше. И побольше. Ну что ж, мне хочется пожелать здоровья вам, всем вашим пациентам и, конечно, всем членам вашей семьи, чтобы грипп не коснулся. Спасибо большое за то, что нашли время для нашей программы. Здоровья вам. До свидания. В эфире Медикон. Жизнь аргентинских детей, страдающих от неврологических заболеваний, становится лучше благодаря новейшим технологиям. Компьютер позволяет маленьким пациентам общаться только при помощи движения глаз. 7-летний мальчик страдает от хронического энцефалита. Это лишило его возможности говорить и ограничило его движение. В результате ребенок не мог общаться с окружающим миром. Но теперь новый шведский компьютер просто распознает движение глаз. Иной позволяет ему говорить с мамой или указывать на какие-то предметы на экране. А еще мальчик может скрасить долгие часы без движения игрой. Теперь он может играть самостоятельно, включать телевизор, общаться с братьями, играть для них музыку или говорить о том, что он сделал. Он может брать устройство в школу, поднимать руку и говорить при помощи компьютера. И снова скандальная новость. В 2015 году продолжилось насильственное излечение органов у тысяч узников совести в Китае. Об этом свидетельствуют результаты проведенных расследований. Власти Китая когда-то пообещали, они прекратят практику излечения органов у заключенных. Однако на деле заключенных теперь просто классифицируют как рядовых граждан, а получение их органов называют донорством. Причем число пересадок органов при неработающей системе настоящего донорства в стране продолжает расти. Насильственным путем органы были излечены у 65 тысяч последователей фальгун, у 2-4 тысяч уйгуров, тибетцев и прихожан домашних христианских церквей. Тем временем комитет ООН против пыток в своем периодическом отчете по Китаю за 2015 год призвал извлекать органы только на основании осознанного согласия донора, а также предоставить компенсацию родственникам тех заключенных, чьи органы были излечены насильственно. Кроме того, комитет обратился к властям КНР с призывом провести независимое расследование утверждений в том, что насильственным излечением органов подвергаются приверженцы фальгун. О других новостях медицины, мировых и казахстанских, прямо сейчас в блоке медновостей. Операции по удалению аневризма сосудов головного мозга начали делаться в Акмолинской областной больнице. Нейрохирурги освоили современную методику без разреза и вскрытия черепа. Специалисты учились у коллег в Национальном центре нейрохирургии. Столичные врачи провели в областной больнице мастер-класс. Стоимость операции более 4 миллионов тенге, но она входит в гарантированный объем бесплатных услуг. Далее Акмолинские врачи планируют освоить сложные операции на сонной артерии. Роботизированную аптеку открыли в Актау, сообщает сайт 24КЗ. Он представляет собой своеобразный симбиоз поисковой системы и мини-склады, где хранятся 1200 препаратов. Суть проста. Провизор забивает в базу данных название препарата, а транспортер-робот извлекает необходимое количество упаковок из камеры хранения и доставляет их к лотку рабочей зоны фармацевта. Вся операция занимает до 15 секунд. Преимущество технологии в том, что она в разы сокращает время обслуживания клиентов. В аптеке теперь не будет проблем с очередями. Стоит добавить, что умная машина сама проводит ревизию лекарств, проверяет срок годности, поддерживает необходимую температуру хранения. Знания и навыки казахстанских медиков теперь будут оценивать по новым требованиям. Отечественные врачи, бесплатно подтверждавшие каждые пять лет свою профпригодность, отныне будут это делать на платной основе. С 1 января 2016 года цена услуги независимой оценки 2950 тенге. В принципе, сумма небольшая. Каждый медработник может это себе позволить. Я хочу сказать, что это только повысит знания медсестер. Ведь сейчас много молодых, которые мало что знают о своей профессии. Теперь они не будут как попало сдавать тесты. А вот подтверждение квалификации с присвоением категории обойдется уже от 13,5 тысяч до 24,285 тенге. Эта процедура добровольная, говорят представители Республиканского центра развития здравоохранения. В профильном ведомстве также рассказали, что в случае присвоения медику определенной категории, он получит надбавку к своей зарплате. Для чего проходит данная процедура? Для того, чтобы специалисты имели большую категорийность. Для того, чтобы клиника, в которой они работали, была более привлекательна для медицинских потребителей. И квалификационная категория таким образом является, еще раз подчеркну, добровольным таким актом. И тоже присуждается раз в пять лет. Правда, новшество порадовало не всех медиков. Некоторые врачи платные экзамены не приветствуют. От того, что сейчас будет платно или бесплатно, я думаю, ничего не изменится. Учитывая то, что зарплата врачей и так-то низкая, я думаю, что хорошо было бы, если бесплатно. Мы хотим, чтобы врачи, как и раньше, подтверждали свои знания бесплатно. Деньги, которые мы будем отдавать, ничего не решат. Любой профессиональный медик и так способен доказать свою профпригодность, и я один из них. Тем не менее, повышать квалификацию платно или бесплатно отечественным медикам все равно нужно. Так, по крайней мере, считают пациенты. Из-за частых врачебных ошибок большинство людей теряют к ним доверие. Да вы сами знаете, врачи у нас безграмотные. Куда ни сунешься, такой диагноз поставят. Опыта не хватает многим нашим медикам, особенно молодым. Поэтому я считаю, что повышать квалификацию им крайне необходимо. Платная процедура оценки знаний и навыков как раз и внедрена в целях повышения качества медицинских услуг и безопасности пациентов. Планируется, что новая система независимой оценки профессиональной подготовленности медработников даст положительный эффект. По крайней мере, на такой результат рассчитывают в профильном ведомстве. В Алматы 83 воспитанника ясли сада для детей с нарушением зрения остались без медицинского обслуживания. С нового года врача-офтальмолога и медсестру сократили. И уже почти три недели дети не получают необходимое лечение. Сейчас в коррекционный ясли сад ходят больше 80 ребятишек в возрасте от 3 до 6 лет. Причем 25 из них – это дети-инвалиды. Здесь на специальном оборудовании они получали лечение, говорят родители. Правда, с 1 января садик стал работать как обычный. Врача-офтальмолога и медсестру сократили. Как рассказали возмущенные родители, руководитель садика причину увольнения медиков так и не объяснила. В Управлении образования объяснили, что по закону они не могут держать в штате детского сада врача. К тому же детей здесь не лечили, а корректировали зрение. И все это время медиков им предоставлял Горздрав. Но в связи с приказом Министерства здравоохранения о реорганизации штата в поликлиниках медиков отозвали. Как сообщает сайт 24КЗ, президент Польши Анджей Дуда подписал документ, разрешающий пожертвовать его органы после смерти, сообщает Радио Польша. «Выражаю свое согласие на то, что в случае моей смерти мои органы были пожертвованы», сказал президент на открытии симпозиума трансплантологов Польши. Дуда призвал всех поляков подписать карту донора, подчеркнув, что речь идет о том, чтобы ответить себе на вопрос, «Готовы ли вы принять, что мы не живем и не умираем сами для себя», – пишет газета РУМ. Два новых случая заражения Эбола в Сьерра-Леоне представляют собой второе поколение смертельного вируса, от которого пока не существуют вакцины, заявил РИА Новости спецпредседатель Всемирной организации здравоохранения по Эболе Брюс Элвард. Это второе поколение. Вопрос в том, будет ли третье. Второе поколение неконтролируемое, сказал он. Представитель Министерства здравоохранения Сиди Яя Тусис заявил, что заболевание диагностировано у 38-летней женщины, помогавшей ухаживать за недавно скончавшейся от лихорадки родственницей. Правительство Сьерра-Леоне сообщило о прекращении эпидемии смертельно опасного заболевания 7 ноября. После этого в стране был объявлен 90-дневный период медицинского мониторинга за ситуацией. Американские ученые выяснили, чем в будущем будут лечиться люди. По словам сотрудников Колорадского университета, в скором времени антибиотики выйдут из употребления, а бороться с болезнями будут наночастицы, вводимые в организм через укол. На протяжении последних лет в медицине широко использование получили антибиотические лекарственные средства, которые максимально быстро подавляют болезни, однако вместе с этим ухудшают иммунитет человека. По словам ученых, подобные препараты должны использоваться только в крайних случаях, иначе организм ослабляет естественную защиту и становится более уязвимым для всевозможных вирусов. Ученым удалось найти достойную замену антибиотикам, который в ближайшем будущем поможет намного эффективнее бороться с заболеваниями. В тело пациента при помощи шприца будут вводиться наночастицы, которые способны уничтожать болезнетворные бактерии, а также бактериальные изоляты – золотистый стафилокок, кишечную палочку и сальмонеллу – в 92% случаев. Разработка сотрудников Колорадского университета носит неофициальное название «квантовые точки», так как частицы внутри организма обладают фотовозбуждающим эффектом и атакуют определенные клетки, соответственно, запрограммированным спектром. Друзья, к этой минуте у нас все. Мы встретимся ровно через неделю. Я обещаю, что мы вновь поговорим о том, что всех нас делает хоть немного, но здоровее. Не болейте. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин